В этом видео мы поговорим о генетических алгоритмах, которые являются алгоритмом из пакета Global Optimization, программного комплекса MATLAB. И во второй части мы поговорим о алгоритмах симуляции отжига. И в третьей части расскажем про алгоритмы поиска по шаблону, которые также являются частью Global Optimization Toolbox. И рассмотрим наш генетический алгоритм на основе довольно простой задачи. Суть ее заключается в следующем. У нас есть три магазина с координатами соответственно. Первый магазин координата минус 10, 10. Второй магазин с координатой 5, 8. И третий магазин соответственно с координатой 25, 30. И кроме того еще есть ядерная станция, у которой координаты 0, 0. И нам нужно так расположить склад от этих магазинов, чтобы этот склад как можно ближе был к самим магазинам и как можно дальше был от ядерной станции. Еще есть одно условие, то что к двум из трех магазинов необходимо два грузовика еженедельно доставлять грузы и одного магазина соответственно один грузовик. И сверху выписана целевая функция. Это функция расстояния, как раз сумма функции расстояния от нашего склада до магазинов и умноженная на соответствующие веса. Для ядерной станции отрицательный вес, то есть следственно нам в целевой функции она будет ходить со знаком минус. И то есть само расстояние должно быть как можно дальше от склада. Теперь перейдем в MATLAB и посмотрим, как мы можем решить эту задачу. Вот. Но изначально я построю саму целевую функцию на графике. Это соответственно контурный график мы вот видим. И видим также 3D график. И здесь на 3D графике хорошо просматривается, что есть несколько экстремумов задачи. Соответственно, если мы будем решать вот эту задачу обычным алгоритмом, то мы рискуем попасть в локальный экстремумов, если мы, конечно, не знаем, где находится вот хотя бы область выделенного глобального экстремума. Вот. И как раз для таких вот задач лучше всего применять алгоритмы типа генетического. Для решения давайте мы войдем во вклад Коэпс и откроем интерактивный инструмент, который вот как раз позволяет решать задачи оптимизации. Здесь я выбираю генетический алгоритм. Да. Вот наша целевая функция. Она вот, соответственно, та вот, то, что мы видели на слайде, вот абсолютно та же. Я ее просто скопирую и и перенесу в наш наш инструмент, который вот, собственно, выполняет задачи оптимизации. Вот. Поскольку самому инструменту необходимо задавать один параметр, то вот центр веса и центры координат мы должны вести с вами вручную. Да. И вот еще один момент. Ну, соответственно, количество переменных у нас. Две переменные. Это x и y. Дополнительно вот здесь справа можно вводить опции для... Ну, например, там можно ввести еще свою функцию мутации или функцию скрещивания. Либо применить те, которые уже есть в MATLAB по умолчанию. Вот. Но нам с вами интересно интересно именно добавить еще гибридную функцию. То есть функция, которая бы работала вместе с генетическим алгоритмом. Вот именно такую классическую функцию, которая бы искала экстремум по методу наискорейшего спуска. Дело в том, что генетический алгоритм это некий такой вот алгоритм, который основан на случайных процессах, на случайном методе. И он может работать долго. Соответственно, для задач больших размерностей есть смысл как раз применять гибридные функции. То есть глобальные экстремумы, глобальные решения мы ищем с помощью генетического алгоритма. А дальше применяем методы наискорейшего спуска, чтобы вот именно в точке локального оптимума найти эти решения. Вот. Но, видите, мы довольно быстро получили решение от отдачи. У нас получилось, что координата по иксу 25 и по игроку координата 30. Ну и дальше мы можем также сгенерировать код, получить готовый код для того, чтобы в следующий раз не вызывать уже наш интерактивный инструмент, а пользоваться уже готовой функцией для поиска уже экстремумов с помощью вот как раз генетического алгоритма. Да. И если остались вопросы, пишите нам на e-mail matlab.ru или звоните по указанному телефону. Спасибо за внимание.